Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, как и всегда искренне, что выходные прошли довольно неплохо и вы смогли перезагрузиться, собраться, чтобы вот в новую неделю вернуться к нашим старым добрым спекуляциям, которые преимущественно предполагают возможность укрепления американской валюты против рисковых инструментов. Хорошо, что торговая сессия пятницы у нас оказалась довольно-таки результативной, поскольку мы получили еще одно подтверждение по-прежнему сохраняющейся вероятности того, что американский регулятор пойдет на разгон и повышение какосочных процентных ставок. Нам нужно было получить это подтверждение, поскольку мы, по сути, лишились каких-либо серьезных фундаментальных драйверов на рынке. Банк Англии уже позади, будем готовиться только к следующему заседанию, я думаю, что оно может оказаться так же интересным, но это все-таки еще через месяц. Европейский Центральный Банк по-прежнему тянет резину, Банк Японии непонятно на что ориентируется, верит в какие-то сказки, которые при этом сам и сочиняет касательно целевых показателей по инфляции и темпам экономического роста. Поэтому мы с вами сейчас снова фокусируем наше внимание на потенциальном изменении монетарной политики уже со стороны американской экономики и со стороны действий федеральной резервной системы, которая готовит нас постепенно к тому, что до конца 2016 года мы все-таки увидим как минимум одно повышение ставки. Собственно, как обстоят сейчас дела с фьючерсами на вот это изменение и ужесточение монетарной политики, давайте мы поговорим об этом, когда переключимся на пару USD и Йена. И в целом, я думаю, что вы уже и без меня прекрасно знаете, что нам есть, что с позитивной точки зрения констатировать, поскольку мы действительно на тропе того, что нормализация денежно-кредитной политики все-таки произойдет. Напоминаю, что сегодня у нас традиционно состоится, так, одну секундочку, вебинар в 16.30 по московскому времени. Я пользуюсь возможностью вас всех приглашаю, у кого есть время посетить. Если время не подходящее, я, как и всегда, жду обратной связи, фидбэка. Если есть желание посмотреть его в прямом эфире, но нет возможности физически присутствовать на нем, я готов корректировать график и проводить вебинар чуть позже. Ну, нужны соответствующие запросы, чтобы я понимал, что действительно есть в этом потребность и необходимость. Но в любом случае, помимо того, что мы проведем его традиционно в прямом эфире, будет доступна и запись на нашем социальном канале на YouTube. Поэтому ни в коем случае не забывайте посещать его, подписывайтесь на него и комментируйте, и оставляйте лайки под теми видео, которые вам понравились и которые вы считаете достаточно информативными. Поэтому в 16.30 наш традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы еще раз проводим разбор полетов прошлой недели. Останавливаемся на ключевых отчетах, смотрим, повлияли ли они на динамику финансовых активов, имеют ли возможность резонансного воздействия дальше. И закольцовываем, собственно, вебинар основными событиями грядущей недели, то есть предстоящие пять торговых сессий. И ориентирами ценовыми по наиболее популярным и ликвидным валютным парам. Ну, а теперь давайте переходить к нашему традиционному сценарию. Начнем мы с динамики черного золота. Хотел сегодня снова взять наш традиционный баррель нефти черный. К сожалению, куда-то он делся, обещаю, я его найду, потому что сейчас нужна такая тактильная поддержка с нашей стороны. Мы видим то, что Brent сейчас находится недалеко от уровня 45 долларов за баррель. И в частности, если говорить про текущее значение, 44.46. Это актуальные котировки. Закрыли мы пятичную торговую сессию на отметке 44.40. В целом, ничего интересного для рынка нефти не произошло. Ну, хотя, наверное, это неправильно будет подмечено, учитывая то, что в пятницу у нас был такой десерт. Закрытие торговой сессии. Это BakerHuff, отчет по количеству нефтяных платформ. И мы с вами вот уже несколько недель подряд наблюдаем, как прошлые высокие цены на нефть, да и, можно сказать, текущие, которые находятся недалеко от 45 долларов за баррель. Учитывая еще высокие технологии, которые применяются с ланцевыми производителями, в последнее время комфортны для того, чтобы снова развертывать буровые. Поэтому такой фон выливается в то, что количество платформ увеличивается. И вот за прошлую неделю мы прибавили с другими статистиками, которые следят за ситуацией на рынке энергоэсурсов, плюс 7 штук в США. С 374 рост до 381. Это хорошие новости для нас, как продавцов позиций черного золота, потому что мы понимаем, что если растет количество платформ и буровых, если сохраняется этот повышательный тренд, значит, есть вероятность того, что со стороны США мы увидим более высокие объемы добычи, что в конечном счете будет приводить к росту запасов, как бензина и так, собственно, самого сырья, нефти, и толкать позиции Brent и WTI еще ниже к нашей долгосрочной цели, в частности по Brent, это поддержка 40 долларов за баррель. Помимо этого, я продолжаю обращать ваше внимание, что сейчас все больше трейдеров убеждается в том, что рынок находится в состоянии перенасыщения. И вот в рамках прошлого месяца перепроизводство, учитывая актуальный спрос, составило 200 тысяч баррелей в сутки. Но это еще предположение со стороны Международного энергетического агентства. У нас нет точно еще фактических цифр со стороны ОПЕК, но они будут в ближайшее время. Обещаю вам, мы снова проанализируем отчет. И даже без ожидания этого отчета, зная, что объемы производства растут в Саудской Аравии, в Иране, мы можем смело полагать на то, что мы увидим дополнительные объемы со стороны всего Ближнего Востока, что в целом только увеличит предложение и позволит нам делать ставку на то, что баланс недостижим в ближайшее время. И я думаю, что он будет только усиливаться, то есть дисбаланс. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что перепроизводство увеличивается перед насыщением рынка. Это действительность, которая уже подтверждена всеми. Делаем ставку еще на потенциальное замедление мировой экономики. Вот сегодня утром вышли данные по торговому балансу Китая. У нас традиционно эти релизы выступают одним из барометров оценки общей ситуации, которая складывается в рамках Китая. Китай – это тот самый регион, который и определяет большую часть, значительную часть, скажем так, общего мирового спроса и предложения. В частности, по сегодняшней статистике из Китая, импорт просел на 12,5% за прошлый месяц. И экспорт тоже – минус 4,4%. Поэтому такая статистика не может не иметь негативного влияния на рисковые инструменты, к которым традиционно относится и нефть. Если разбирать, опять же, динамику и баланса, торговый баланс по экспорту и импорту, я думаю, что, может быть, когда будем подводить спустя некоторое время итоги, мы констатируем тот факт, что объемы импорта в Китай и многоисусов также снизятся. Если это произойдет, для рынка это будет настоящий шок, который может быть конвертирован еще больше давления на позиции черного золота. Плюс ко всему, на бренд влияет и сильный доллар. Тем более, после пятечного релиза Non-Farm Perils мы понимаем то, что, скорее всего, это влияние продолжится негативное. И доллар, который очень долго был в числе аутсайдеров, давайте называть вещи своими именами, разумеется, будет использовать любую фундаментальную поддержку, чтобы набрать прежнюю высоту. Под прежней высотой я прежде всего имею в виду пару USD-й и котировки выше 105 йен. Ну уж не те уровни, на которых пара торгуется сейчас. И пятничная статистика как раз это тот самый фундамент, который может стать неплохим импульсом для продолжения бычьего ралли. Поэтому по бренду, несмотря на локальные выпады, которые мы наблюдали не только по нефти, по многим рисковым инструментам и ранее, понимаем, что они не будут иметь долгосрочного продолжения. Поэтому терпим и ждем еще большего прессинга и давления, который может отправить, соответственно, бренд в район 40 долларов за баррель. До тех пор, пока не доберемся до этого уровня, не будем вообще рассматривать какие-либо другие ориентиры. Российская валюта 65-66. Здесь, с вашего позволения, давайте долго останавливаться не будем, поскольку в целом также ситуация не меняется. Единственное, что корреляция с каждым днем, с динамикой нефти возрастает, это хорошо. Имея четкое представление о том, как действовать по нефти, мы понимаем, что может произойти с курсом российской валюты. Поэтому ждем девальвации, которую отправит USDRAP выше 67, а то и даже 68 рублей против доллара. Я думаю, что произойти это может в самое ближайшее время. Может быть, даже в перспективе ближайших 2-3 недель. Почему бы и нет? Что касается других валютных пар. Евро-доллар. Здесь мы с вами говорили о довольно широком канале для европейской валюты 1.10-1.12, который сохраняется, этот диапазон, очень долгое время. И европейская валюта почему-то не может найти поддержки, которая стала бы причиной либо пробоя сопротивления, либо, соответственно, пробоя поддержки. То есть, выхода из этого коридора. Шансов для того, чтобы это случилось, было очень много. Во-первых, мы можем оценить вероятность такого влияния, как с позиции действий ФРС, так с позиции действий Европейско-Центрального банка. Статистики, которые были опубликованы, Банк Англии тоже имел возможность срезонировать на динамике евро. Пятничный отчет Non-Farm Perloss тоже серьезнейший макроэкономический релиз. Но почему-то евро сохраняет свою стойкость и по-прежнему находится в этом коридоре. Я думаю, что этот коридор уже в плане своей целостности, именно стойкости границы, уже практически себя исчерпал. И евро хочет двинуться дальше. Не хочу рассматривать возможности для роста европейской валюты, поэтому даже не буду. Я просто сделаю акцент снова на то, что мы с гораздо большей вероятностью в ближайшее время пробьем поддержку 1.10 и двинем к нашей среднесрочной цели 1.08. И тот макроэкономический фон, который мы с вами анализируем в последние несколько недель, в последние месяцы, указывает на то, что влияние статистики сохраняет свой негативный посыл. Мы получаем макроэкономический отчет. В пятницу вышел релиз по производственным заказам в Германии. Отчет очень плохой. Минус 0,4% в месячном выражении. И серьезный спад в годовом. Минус 3,1% против прошлого. Минус 0,2%. Представляете, какой контраст. И это все следствие даже не только того, что немецкая экономика уже давно утратила импульс экономического восстановления. Я думаю, что это и следствие слабости мировой экономики, очень слабого мирового экономического спроса на товарное сырье, на товары длительного пользования. И это следствие, конечно же, Брекзита, которое, несмотря на то, что случился по факту референдума 23 июня, относительно, скажем, больше месяца назад, все равно остается ключевой темой для фунта и для европейского валюта. Потому что мы гадаем о последствиях, которые может привести. Гадаем и понимаем то, что в любом случае будет хуже. Любые перспективы, которые указывают на снижение ожиданий по прогнозам экономического роста, любые слабые отчеты, любые пересмотры экономического роста со стороны рейтинговых агентств и слабая потребительская активность в рамках еврозоны позволяют нам не отказываться от идей контрастности монетарных политиков евро, регуляторов, которые стоят, соответственно, за европейской валютой и за американским долларом. И мы понимаем то, что ФРС в любом случае повысит ставку от европейской центрального банка до ужесточения монетарной политики не дойдет еще очень долго. Может быть, лет 5 как минимум, если вообще это случится до конца этого десятилетия, может быть, даже до конца 2025 года. В любом случае, пока у нас остаются агрессивные ожидания того, что и политика может быть более мягкой, и мы ждем действий со стороны снижения процентных ставок либо более емкого выкупа активов, расширение программы, может быть, продление сроков ее действия. То, что ЕЦБ пока медлит, ну ничего. Приходится быть нам сейчас сторонними наблюдателями, но мы понимаем то, что рано или поздно это решение будет озвучено и станет причиной резкого ослабления европейской валюты. Говорить о том, что такие шаги уже дисконтированы в стоимости евро, ни в коем случае нельзя. Вы помните, что на рынке были спекуляции аналогичные по тому, что банк Англии снизит процентную ставку, но это не станет причиной резкого ослабления фунта, потому что все уже заложено в котировке. И вот что произошло? Фунт ослаб. И ослаб очень неплохо. 200, даже больше 200 пунктов. Мы понимаем то, что фунт будет сыпаться и дальше. По евро сейчас такие изменения не заложены в стоимость актива. Поэтому, если вы медленно искали возможности для продаж, с какого бы уровня вы сейчас не заняли короткую сделку, 1.10, вот актуальные котировки у нас сейчас, 1.10.92, 1.11, 1.12, ну если будет еще выше, еще лучше. 1.13 это все равно сделки, которые принесут вам прибыль, но нужно будет подождать. Учитывая, что вас интересует фундаментальный фонд, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что краткосрочно на фундаменте торговать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы хоть и стараемся обозначить конкретные цели, понимаем, что этот фундамент, он найдет отражение в динамике тех активов, за которыми мы следим, но спустя какое-то время. Самое главное не упускать важных событий и верить в то, что мы все правильно делаем. Ну а потом, я думаю, что наши ожидания будут вознаграждены и евро окажется рядом с той целью, которая нам нужна. Поэтому по евро-доллару ждем 1.08 и не обращаем внимания на локальные выпады. Фунд против американца. Здесь по-прежнему у нас дают о себе знать решение британского регулятора по снижению ставки до 0,25%, расширение выкупа активов с 375 до 435 и применение решения, ввод решения программы покупки государственных облигаций на 10 миллиардов фунтов. Да, это крутые стимулы, это больше, чем мы ждали, поэтому и реакция фунта, в принципе, вознаграждила наши ожидания, поскольку мы дождались той самой коррекции, которая может быть еще более выраженной, чем сейчас. 1.30.82 фунт торгуется на текущий момент. Я думаю, что до конца этой недели сможем пробить поддержку 1.30. И связано это еще и с тем, что, вспомните пятничные комментарии Фитч о том, что инвестиции в ближайший квартал в Англию снизятся на 15%, экономика потеряет больше 0,3% в этом году и снизится в годовом выражении до 0,9% как минимум в 2017 году. Поэтому Банк Англии, будучи уже состоятельным проактивным регионом, я думаю, что может снизить процентную ставку и уже даже на следующем ожидании еще до 0%, почему бы и не. Если не сделают это, то я думаю, что Англия, будучи автономным уже государством, станет первым регулятором, который решит проблемы на корню с самого начала и не допустит расползания негативных последствий по факту Брэнзита. Поэтому ждем снижения фунта и верим, что фунт и на этой неделе будет оставаться одним из аутсайдеров. Доллар японская иена 102.05, здесь поддержка со стороны сильных данных по американскому рынку труда, количество новых рабочих мест плюс 255 тысяч против прогноза 180 тысяч. И в целом у нас очень хороший второй месяц подряд. Вы помните, что месяцем ранее мы наблюдали прирост по количеству новых рабочих мест 292 тысячи. Супер тоже. И по версии многих экспертов, даже если экономика прибавляет чуть больше 100 тысяч, это уже очевидный прогресс. У нас тут практически в трехкратном размере превышение. И оно в конечном счете влияет на то, что мы видим, что с улучшением ситуации по количеству новых рабочих мест, растут и заработные платы в месячном выражении, они выросли на 0,3% против прошлого роста на 0,1%. И в годовом также отличная динамика 2,6%. Поэтому, как и говорил, такой хороший отчет будет выступать чуть ли не основным фактором роста индекса потребительских цен и повышать вероятность того, что ФРС поднимет ставки до конца этого года. Вероятность, как я уже отметил, даже по фьючерсным контрактам уже скакнула вверх. На сентябрь с 9 до 20% практически, на декабрь с 32% до 50%. Если мы спустя какое-то время получим еще один сильный отчет по Non-Farm Perils, я думаю, что вероятность повышения процента ставки может добраться до 70% до 80%. Самое главное, быть верным направлением по доллару и продолжать ставить на рост американца. И еще хочу отметить то, что вы наверняка могли заметить, и я думаю, логичный вопрос, который у вас возник. Если увеличивается количество новых рабочих мест, почему тогда не снижается уровень безработицы? Это правильный вопрос. И можем даже иногда наблюдать такую статистику, что количество новых рабочих мест резко растет, а вот безработица не то, чтобы не снижается и не остается на прежнем уровне, а увеличивается. Это связано с тем, что параллельно с отчетом по количеству новых рабочих мест нужно еще уделять внимание статистике по увлечению доли экономически активного населения. Так вот, в прошлом месяце она выросла на 0,1%, поэтому компенсировала прирост по количеству новых рабочих мест. Вот, собственно, это ответ. Поэтому ничего, скажем, никаких ошибок в статистике нет. Не обращайте на это внимание. Все правильно. И самое главное, прогресс и позитив сохраняется, он нам нужен, потому что он был необходим прежде всего доллару. Ну и нам, как тем, кто делает ставку на рост американца. Еще хотел сказать пару слов про USDCAD, в частности, про канадскую валюту. Вышли данные на прошлой неделе по торговому балансу. Экспорт снова снизился, как следствие дорогой канадской валюты. По рынку труда параллельно с Non-Farm Perils отчет вышел. Количество новых рабочих мест вместо ожидаемого прироста в 10 тысяч, мы увидели снижение, ухудшение ситуации. Снижение на 30, практически 2 тысячи. Это плохая статистика. И уровень безработицы вырос с 6,8 до 6,9. И это все следствие, уважаемые друзья, тех самых, скажем, форс-мажорных обстоятельств, которые случились после фактума пожара. В Канаде мы видим, как все это резонирует сейчас на основных макроэкономических отчетах. В конечном счете приведет к еще большему снижению ОВП и решению Банка Канады по снижению ставки. Поэтому по USDCAD у нас сейчас есть понимание, что доллар растет, цены на нефть будут снижаться. И плохая статистика создает вероятность смягчения монетарного режима со стороны Канады. Поэтому USDCAD, как и ранее, у нас снова обычной цели. Сейчас 1,3170. За последний месяц-полтора эта пара давала нам не одну возможность, чтобы прокатиться чуть ли не с уровня 1,30 до 1,32. Я надеюсь, что вы использовали все эти шансы. Сейчас у нас 1,32. Будем смотреть, как ситуация будет разворачиваться дальше после того, как это тестирование этого сопротивления произойдет. Из основных отчетов сегодняшнего дня, к сожалению, выделить нечего, поскольку день будет очень скудным и пустым. Поэтому давайте смотреть, как рынок резонирует от пятничных non-farm payrolls и готовиться к следующим релизам на этой неделе. Статистики много, как по еврозоне, так и по США. Ну, в частности, по еврозоне. Это в БВП пятницу по США. Хочу обратить ваше внимание на рудничные продажи, которые будут следствием и будут отражать динамику потребительской активности, которая может стать причиной роста индекса потребительских цен основного показателя CPI. Собственно, на этом все. Большое спасибо вам за внимание. Не забывайте также, что у вас и сегодня есть возможность воспользоваться предложением по бонусу на пополнение. Величина бонуса сегодня 13%. Кодовое слово. Давайте пробежимся по животной теме и начнем с быка. Поэтому кодовое слово «быка». Бонус действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30. И не забывайте, что сегодня в 16.30 вебинар я вас уже всех пригласил. С радостью, собственно, встретимся и там. Большое спасибо за внимание. Хороших вам сделок, попутного тренда. И увидимся уже совсем скоро. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok